Здравствуйте, Шавотов и Гутевох. У нас сегодня девяносто шестой урок по Мишлей, и мы находимся в двенадцатой главе, предложение номер четырнадцать. В Хануку урока не будет, поскольку здесь будет какой-то занято будет, поэтому я сразу сообщаю, но следите еще на сайте. Говорит Шламамелов, Говорит Мальбем, он говорит так. В этом примере человека рассматривает как дерево полевое. Известная фраза, что Адам Эдзесаде, по поводу которой есть много шуток и так далее. Сейчас вышла какая-то книга на иврите о воспитании детей, которая называется Адам Эдзесаде. Я не понял, за что детей так назвали, но... Есть дерево, которое называется Илансрак, есть дерево, которое называется Эдспри. Есть дерево, которое называется Дерево Неплодоносное, есть деревья, которые плодоносные деревья. Плодоносное дерево, его суть, его главная часть, это именно плод, который в нем есть, который придает значимость и важность этой вещи. И человек, перьё которого находится внутри в устах, человек, который его суть – это речь, это уст, уста. То есть главные плоды, которые даёт дерево, возьмём какое-нибудь дерево апельсин, оно даёт плоды апельсина. Человек, который назван полевым деревом, плоды, которые даёт человек – это его речь, это плод, который выходит из человека. Всё питание человека, всё, что происходит с ним – это нужно только для речи человека. Так же, как мувхар-коходаец – главная часть силы дерева, оно в плодах, и там раскрывается суть этого дерева. Потому что человек, который судит по банановой пальме, по её корням, по её стволу, по его листве – это глупость. Потому что суть банановой пальмы – какие бананы она даёт. Так же, когда мы рассматриваем человека, можно его рассматривать с разных сторон. Есть люди, которые рассматривают главную часть человеческого тела, сути человека – это мускулатура, это к мужчинам относится. Женщина может проводить часы у зеркала и рассматривать в зеркале себя, и воспринимать как главную часть себя – это лицо и так далее. Но суть человека раскрывается не в лице, не в помаде, не в мускулатуре, а суть человека – это его речь. Поэтому кох-ди-бур, умение высказаться, и сейхль, и мозг, который раскрывается устами человека – это те плоды, которые даёт вот это плодоносное дерево, которое называется человеком. Стампы, обычные уста человека, они указаны в книге, которые приходят через эти уста, человек высказывает свою мудрость. И когда человек разговаривает устами, то слова мудрости, которые он получает, они являются плодами, которые он даёт. И они выращивают, они выращивают те грозди, которые, винограда, которые находятся в человеке. И тогда это не просто илан срак. Тогда человек превращается из, я не знаю, как дословно перевести илан срак – неплодоносное дерево, неплодовое дерево, не просто древесина, а это становится что-то другого. Это не похоже, есть что-то, что человек и дерево отличаются всё-таки, а именно, что сам илан, само дерево, оно не насыщается своими плодами, но оно насыщает плодами других, которые съедают эти плоды. Человек насыщается самостоятельно от плодов своих слов, потому что плоды мудрости человека, они насыщают его душу, и хозяева человека, они очищаются и вытаскиваются, показывают, выходят из них их силы в шлеймут, целостно, полностью. И у человека есть две лестницы, по которым он может лаолот к шлеймуту, который может подняться к шлеймуту, что это и юн, и маосе, это думать и делать. Есть две части человека, его действия, его, я не знаю, как юн перевести дословно, это даже не мысли, а размышления, наверное, так. И вот из мудрости человека человек насыщается самостоятельно, но действия, которые он делает руками, это дздока, гмелут хасодим, это плоды, которые насыщают других людей, которые получают от него это добро, и Всевышний, он возвращает это добро тому, кто ему даёт. И об этом сказано, что гмуль, еда, вплата за действие рук, возвратятся человеку. И есть разница между гмулем и схаром. Оба эти слова с иврита переведутся на русский одинаково, награда. Но эти слова выражают, говорит Мальбим, немножко разные оттенки. Гмуль – это вид награды, который соответствует воздействию, которое произвела душа, человека, которое действует посредством тех медот, тех качеств, которые есть в душе у человека. Например, человек, который делает сдоку, с точки зрения действия милосердия и добра и так далее, или со стороны действия любви, которая происходит, это немножко продолжает конец прошлого урока, который был, он говорит, что здесь выражается любовь к человеку по отношению к своему близкому, который выводится из души человека. В соответствии с этими действиями, человеку отдастся от Всевышнего вот это вот гмуль в соответствии с качествами его души. То есть гмуль – это награда, которая дается в соответствии с качествами души. Разница между схаром и гмулем, и существует разница между схар, гмуль и гешава. Возвращение и два вида награды. Мышив – возвращение. Это возвращение того же, что он давал. Но не так награда и гмуль. Схар и гмуль – это немножко иначе. Здесь человеку дается награда в соответствии с его действием. Имеется в виду, что Всевышний возвращает праведностью саму по себе то, что он дал другому, таким образом, что у него не будет не хватать ничего. То есть человек, который праведник, который дает сдоку, Всевышний его возвращает тем, что этому человеку будет всегда достаточно, ему будет хватать деньги, денег – это возвращение. Гмуль и схар – это немножко другие оттенки. Общее правило, которое выводится, что хохма, мудрость, она приводит к тому, что человек питается плодами собственной мудрости. И они получаются за действия своих рук. Человек получает награду от Всевышнего. За само действие награда называется гмулем, а за, нет, схаром, за действие это называется схаром, за душевное воздействие, которое он производил, за то, как он вложил туда душу, это называется схаром. Таким образом, у человека за его действие есть, за действие, сейчас подчеркиваю, есть три награды. Возвращение, мера за мерой – это гашава, возвращение. Например, отделяй десятину, чтобы разбогатеть. Это гашава. Есть схар, который человек получает в соответствии с тем действием, которое он произвёл. Есть гмуль, который он получает в соответствии с тем духовными качествами, которые он вложил в эти действия. Грубо говоря, человек может дать сдоку. Возьмём это на примере сдоки, это проще всего обсуждать. Человек может дать сдоку просто потому, что ему хочется дать сдоку. Потому что не то, что он считает, что это необходимо, никакой любви к ближнему нету, никакого желания помочь нету, а просто вот необходимое и необходимое. И он даёт, за это он в отдай получает награду. А бывает, что человек даёт сдоку, потому что он страдает страданиями ближнего и понимает, что этот человек болен и плохо, и я могу ему помочь. Поэтому я постараюсь сделать всё от меня зависящее. И в этом случае это уже не только схар, но и гмуль. Он получает какие-то духовные вещи от этого. Это пируш, который даёт мальбин. Таким образом, вторую часть пируши я сделал, секун, а первую забыл. Первая часть говорит о том, что мудрость человека, она работает как плоды, которые появляются у дерева плодового. Есть плоды, это результат всего, что есть в дереве. Также слова, речь, которая выходит из человека, это то, что является плодами всего, что находится в человеке, результат всего человека. И эти плоды насыщают сами по себе человека. То есть слова мудрости, которые произносит человек, они работают не только на других, но работают и на самого себя. Действия, которые он делает, они воздействуют на себя с помощью схара, гмуля, хашавы. То есть с помощью трёх видов награды, которые мы только что обсудили. Но мудрость, она сама по себе. Когда человек говорит, он мудреется своими словами, и она влияет на него, является плодами, которые его насыщают. Это комментарий мальбина. Довольно длинный и довольно такой серьёзный. Гаон здесь пишет несколько короче и говорит так. Дикдуким гэм рабим. В этом, по сути, есть много, об чём можно поговорить. Но существует главное, что есть хилук, есть разница между тем, как в Танахе написано слово «иш» и слово «адам». Два названия, которые по-русски переведутся одинаково. Человек. Есть дарга человека, которая называется «иш», есть дарга, которая называется «адам». Две мадреги, две ступени, два разных определения. «иш» – это обычно «сар», «шофэт», это человек, который судит, судья и мухиех, и тот, который указывает другому человеку. Как сказано, «алейха манаш ищим икра», «к вам, люди, я обращаюсь». Здесь сказано слово «иш», поскольку речь идёт о сарима вельможах. Сказано «гало ишата», это, если я не ошибаюсь, 87, да, это Шмуэль Анави обращается к Шауля Мелаху, к царю Шаулю, после того, как Шауль не убил Амаликитян во время сражения, обращается к нему Шмуэль и говорит, почему ты этого не сделала. Он говорит, что пророк, что люди просили меня, ну, подчинённые армии, просила меня их пожалеть, и отвечает на это Шмуэль, что даже если в твоих глазах ты маленький, «гарай ишата», ты иш, судья, ты царь. Есть Адам, есть иш. Иш – это оттенок, показывающий какое-то управление, волю и так далее. Иш – это. И об этом сказано. «Ми сам халэ иш сар ва шафэт». Кто тебя сделал ишем, саром и шафэтом? Сар – это вельможа, шафэт – это судья. Кто установил тебя таким судьёй? И подобных примеров, говорит Гаун, есть очень много. И здесь сказано, что «Лааламир и Адам» человек должен стараться видеть, как надо «Лаахиахет хавиро». Мы эту тему однажды обсуждали здесь на уроке, но мне придётся её повторять из-за того, что её повторяет Гаун здесь. И он вводит нас в новое сугью. Сугья, что словом «иш» называет «шламамэлах», человек, к которому он обращается и говорит, «Ты должен выполнять митсву «Хок тахиахатамитехавалотисалавхет». Ты должен выполнять митсву «Упрекай своего ближнего, то хиах его, и ты не понесёшь за него наказание». И он говорит, что человек должен «Лаахиах хавиро», своего товарища «Альдаварша Асалатов», когда человек делает что-то нехорошее. Даже если он не знает, удастся ему это сделать или не удастся, то есть услышится будет «Хаха» или не услышится «Хаха». Я сейчас немножко, мы потом закончим Гаона, а сейчас я немножко вынужден привести несколько геморрот и галахот, которые сказаны в геморре в Шульхонорах. В геморре Эркин несколько раз употребляется митсва «Хаха-ха», и в основном вся митсва изложена именно так. Если я не ошибаюсь, да, в Тедзайн, где-то в том районе. Геморре Эркин, геморре говорит, что человек должен «Лоохиех бэрабим», когда есть много людей, которые присутствуют, до тех пор, пока его либо не проклянут, либо не дадут по морде. До этого он должен продолжать «Лоохиех» за митсву, за нарушение митсву Дайарайса. Бэйохит один на один он должен продолжать, даже если ему дали по морде. Наверное, если есть опасность для жизни, то не надо. Но он должен продолжать, и «Лоохиех бэйохит» нужно очень серьёзно. Всё это про митсвот, который описан в Торе. Геморре в трактате Бэйцы говорит, что человек должен... Есть такая митсва. Митсва в Эрефьем Кипр, Ахилла в Эрефьем Кипр, Сауда перед Йом Кипром, трапеза перед Йом Кипром. Эта трапеза является митсвой Дайарайса, и её надо закончить до начала Йом Кипура. То есть прибавить от Йом Кипура, от Холя к Йом Кипуру, и закончить за какое-то время до начала Йом Кипура. И говорит Геморре, что об этом не надо говорить женщинам, жёнам, поскольку они нас не послушают, и лучше пусть они будут шогогим, чем мезидим. Пусть лучше они сделают авэру по ошибке, чем сделают авэру специально. Геморре задаёт вопрос, когда мы обязаны, Лоохиех, несмотря на то, что нам не слушают, когда мы это не обязаны делать? Когда мы говорим свару, мутаф льёт шогих мельёт мезид, лучше ошибаться и делать авэру случайно, чем делать специально, и когда мы этого не говорим. Ромо в Шульхонорухе в Галахот Саудама в Секет, трапеза, которую делают перед Йом Кипром, Ромо приводит и ту, и другую геморру, и говорит, что если это митсва, мифурешет батара, написанная прямо в Торе, объяснённая в Торе, то человек обязан Лоохиеха Филу Берабим до тех пор, пока... Там есть разные мнения. Либо три раза, либо до тех пор, пока его не проклянут или не стукнут. Насколько я помню Галаху, я не подготовился к этому месту, но насколько я помню Галаху, что он должен Лоохиех до тех пор, пока ему не скажут, если это бы Йохит, пока его не проклянут или не стукнут, один на один, а если это Берабим, то три раза, больше не надо. И это говорится о митсве, который мифурешет в Торе, заповеди, которые прямо написаны мифурешет в Торе. Но заповедь, которая выводится через Мидрашим, Драшот-Хазаль или каким-то другим образом, то, если он точно знает, что его не послушают, это будет выглядеть неправдоподобно в глазах слушателя, то этого не надо делать. Это Ромов Шульханурохи. Мишина Брура объясняет и говорит о том, что если мифурешет в Торе, то не может быть, чтобы я точно знал, что он меня не послушает. Поэтому я должен продолжать Лаохиях, пока не будет нужного результата, то есть три раза или в морду. Это если митсва прямо написанная в Торе. Если учить так, как учат Ховицхай и Мишни Бруре, то сегодня ситуация изменилась. Сегодня многие митсвот, которые для разных людей, даже если они написаны в Торе, им глубоко до лампочки. Поэтому никакого смысла Лаохиях нету, потому что я точно знаю, что они меня не услышат. Шульханурохараф идет по другому пути и учит это так, что митсва, которая написана в Торе, в ней есть Дин Аревута. В них есть понятие Я Арев. Я являюсь гарантом за нарушение этой митсвы. То есть до тех пор, пока я не сделал Лахахи тем способом, которым это надо сделать, я несу наказание за то, что Рувен сделал эту Аверу. Поэтому я это должен сделать не только для того, чтобы Рувен перестал делать Аверу, но даже если я на 100% знаю, что Рувен не перестанет делать Аверу. У меня уже был с ним хороший опыт. Я знаю это на 150% и еще немножко. Я должен Лаохиях, чтобы я не понес наказание за эту Аверу. Так учит Шульханурохараф. Поэтому, даже если я точно знаю, что Авера, которая... Да, но Шульханурохараф это учит только про те Аверот, которые мифрошим в Торе, прямо объяснены в Торе. Авера, которая не объяснена в Торе. Откуда он это взял, я понятия не имею. Но Шульханурохараф считает, что на него нету Дина Рубута, и я не буду наказан за этого Авера. Шульханурохараф это человек, на которого можно как-то ли смог, что он знал, откуда он это взял. Я не знаю, откуда он взял. Мишнебруй и другой Пшат в Рамо. Но тем не менее. Гаон Мивильно здесь идет по Пшату очень близкому к Шульханурохарафу и считает, что это мифрош написано в книге Мишли Шламоа Мелаха. Он говорит, что уста человека они насытят самого человека. Объясняет Гаон, что человек обязан упрекать другого человека, даже если у него нету надежды, что он его услышит. Что? Почему? Он пишет, что если он тебя послушает и сделает хорошо, улучшит свои дела, тогда вся митсва, которую он сделает, это будет сделано посредством тебя, и ты получишь награду за все эти митсвот. Изумительно. Лучше не может быть. И эта награда как будто бы я сам сделал митсвот, поэтому я должен стараться упрекать человека, и как только мне это удалось, и он улучшил свое поведение, то все его митсвот дают мне награду. Но если он тебя не послушает, говорит Гаон, тем не менее, ты сделал то, что тебе было положено сделать, и тогда ты получишь награду за это действие. И это то, о чем сказано, что человек, праведник, получает награду за себя в Ганедане и за Рашу. Рашу, которого ты упрекал, и он отказался принять упрек, награду за это получишь ты в Ганедане, потому что он не получит эту награду, а тебе она достанется. Так Гагро учит. Это третий пшат, он немножко близок, конечно, к Шульканору Гараву, но это третий пшат, который говорит о том, что тебе нужно упрекать. То, что сказано в Геморре Эркин, так как учит это Рамо, в Геморре Эркин сказано, так же, как митсвот, упрекать того, кто тебя услышит, так митсвот не упрекать того, кто тебя не будет слушать. Это сказано по упрек Берабим, когда много людей присутствует. Но когда один на один, по мнению Рамо, ты должен продолжать упрекать, и упрекать даже, когда это знаешь точно, и Гагро дает пшат этого. В Мишли, я не помню, есть ли Гагро в Шульканорухе, я не подумал, что можно посмотреть, потому что есть комментарии Гаона на Шульканорух, может быть, он там тоже объясняет Рамо. Но здесь то объяснение, которое он дает, это объяснение, которое говорит о том, что когда человек упрекает, выполняет митсвотахи, понятно, что если он упрекает Нусахом, ты козёл, не надо так делать, то он, наверное, награды не получает. Я думаю, что не об этом говорил Шулканорух, это не надо комментировать. Упрекает так, чтобы были какие-то шансы посредством твоего упрёка, чтобы человек вернулся к митсве и перестал делать оверот. Другими словами, это по-нашему, по-научному, называется Керуфрахаким приближение отдалённых от Тори людей к Тори, когда человеку пытается дать доказательства, объяснить, показать красоту Тора и так далее. Если он просто говорит на уровне «дурак сам дурак от дурака слышу», то, наверное, это не является митсвотахихой, и это как бы очевидно, поэтому не о чем тут говорить. Но Гаон даёт третий пшат. Шульканорухарау говорит, что если ты не тахиях, а митсвы, которая написана в Торе, то ты получишь наказание за то, что ты не делал тахихы. Гаон этого не пишет, но он пишет, что если ты выполнил эту митсву, то либо ты получишь награду, если тебе удалось, и ты получишь награду за то, что все митсвоты, которые сделает этот человек, поскольку они благодаря тебе, ты получишь награду за каждую из них, а если нет, за то, что ты сделал тахиху, и тебе не удалось, ты получишь его удел в Ганедане, и ты получишь награду за него, как будто бы ты делал эту митсву. Это достаточно сильно, поэтому это как бы такой макор, источник всех лекций, которые дают, и всех попыток вернуть евреев к Торе, потому что это связано с тем, что коли с Раэлем и Равим ЗБЗ, все евреи связаны друг с другом, и пока я могу сделать, кому-то помочь сделать митсву, и не делаю это моя митсва, не бы шли ему. Поэтому, если я могу научить кого-то соблюдать шаббат, и он начнёт соблюдать шаббат, и я этого не сделал, то все мои шаббаты не будут стопроцентными шаббатами. Это то, что пишет здесь Гаон. И ещё. Написано «Бикитвей-Аризаль», где это написано, в «Шар-Гилгулим», я думаю. Да, в «Шар-Гилгулим», в «Китвей-Аризаль» написано, где «Аризаль» целая книга, которую он посвятил Гилгулим, он пишет, что если человек упрекает Рашу, и Раша его не слушает, то он получает всё добро, которое этот Раша, сейчас, секундочку, коль тофше бы Раша, он получает всё доброе и всё хорошее, что есть и в этом Раши, что Раша получает обратное тому, что есть в Цадику. То есть «Аризаль» пишет, что у любого, почти, у любого Цадика есть какой-то изъян. А у Раши есть что-то, не бывает, почти не бывает так, чтобы не было Раши, в котором есть позитивное, и почти не бывает, чтобы не было Цадика, у которого есть негативное. Когда Цадик пытается переучить Рашу и настроить его на позитивный лад, и у него этого не получается, То цадик получает те позитивные вещи, которые были у Раши, а Раша получает те негативные, которые у цадика. Таким образом, это те плоды, которые говорит Резаль, о которых говорит Шламуамелых, что плоды цадика, они насыщают самого человека, то есть его речь, когда он выполняет Митцеву упрёка, она приводит к тому, что сам цадик улучшается от этого, а Раша, наоборот, теряет. И это тот сот, который сказано. Я просто забыл, что здесь это сказано. В Геморе Хагига сказано, и Гагро приводит это, что если человек удостоился, то он получает свой схуд, свой хелик и хелик своего товарища в Ганедине. Раша получает хелик, свой хелик в Гееноме. И это то, что сказано. Миприпи-иш. Из уст человека. Плоды уст человека – это то, что его кормит. Имеется в виду. Те плоды, которые выдает уста человека, то есть это тот тахиху, который он даёт, плоды этой тахихи, человек кушает. Несмотря на то, что его не услышали, но он наполняется и кушает добро. И это добро исходит из него. Но если его послушают, тогда вся награда будет отнесена к человеку, который выполнял ницву тахихи. То есть все митсвот и действия хорошие, которые сделал этот человек, который Хазар Батшува, они засчитаются тому, кто его Макзир Батшува. И это относится к нему, как будто бы он делает и получает награду за свои действия. Это пируш Гаона. Таким образом, и Мальбим, и Гаон довольно интересно комментируют этот посук. И получается, что поскольку Мальбим больше упирает на то, что человеческая речь – это главные плоды человеческой жизни, весь человек для речи, так же, как вся яблоня для яблоки, и Маккор этого Мальбима – это перевод Анкелуса в Торе. Анкелус переводит посук «Ваепиа хашем банишема баадам, ваиния адам бала и нефиш хая». Всевышний вдул человека душу и стал человек душой живой. Анкелус переводит на арамейский язык «нефиш хая» «рох мимале». «Рох мимале» – «рох и нефиш» – это как бы и то, и другое душа. «Мимале» – говорящий. Анкелус переводит, что стал человек душой говорящий. В тот момент, когда Всевышний вдохнул на его душу, человек стал говорящий. Поэтому адам шибаадам – основная часть человека, то, что отличает человека от всех остальных – это коах дибура, сила умения его говорить, высказываться. Поэтому дибрей Тора, который говорит человек, дибрей Хохма, который говорит человек – это то, что формирует человека в человеке. Хидуш этого послука Шлома Амеллаха, что те слова Тора и мудрости, которые он говорит, они формируют не только того, к кому он обращается, но самого человека. Когда человек преподает Тора, и он объясняет кому-то, то он макдирит, определяет это таким образом, что эти вещи становятся для самого него гораздо более ясные, понятные и четкие. Поэтому всегда изучение Торы ведется в Амисраэле понятие хевруса. Хеврус – это два человека, которые один объясняет другому, потом другой задает кушьё, он объясняет, как он понял. И вот этот разговор Лидабер Диврейтора, слова Торы, это является икормицовое изучение Торы, потому что через них, в них просыпается мудрость, которая входит внутрь человека. И это суть понятия изучения Торы – это дебур. Мудрость, которая выходит, она выходит именно посредством дебура. На самом деле, не только дебура, в этом участвует не только человеческий рот, но ещё и уши. Обязательная часть дебура – это слышит тоже. Не только говорит, но и слышит тоже. Поэтому у человека есть двойное такое… Есть уши, которые получают информацию, и есть рот, который передаёт её дальше. Настоящий хаим, настоящая жизнь человека – это когда человек не находится, не кончается. Человек остаётся в живых. Человек смертен, поэтому остаться в живых он может только при одном условии – это и есть его жизнь. Когда его плоды продолжают существовать в этом мире. Это плоды физические дети, это плоды духовные Тора этого человека. И тогда мы можем сказать, что человек остаётся в живых. Жизнь – это продление того, что есть в человеке, так, что оно становится бесконечным. Оно идёт дальше, дальше и дальше. Есть такая гемора, когда человек по имени Роби Йоханнан обиделся на своего ученика Роби Лозера. Роби Лозер сказал какую-то влаху. Был какой-то спор между Рейшлаговичами и Роби Лозерами. Роби Лозер сказал, что вот надо делать так-то и так-то. Рейшлагович с ним не согласился. Они поспорили. Через несколько дней та же самая история пришла в Байдмидрыш Роби Йоханнана. И Роби Йоханнан сказал дословно то, что сказал Роби Лозер. Рейшлагович посмотрел на Роби Лозера так, с неуважением, сказал. Ты слышал это, слышал это от Барнавха. Роби Йоханнан был сыном кузнеца. Ты слышал это от сына кузнеца и не сказал нам от его имени? Роби Йоханнан их пит. Он обиделся на Роби Лозера, что он не передал Голоху от его имени. Роби Лозер просил прощения, еще что-то никак не действовало. Роби Йоханнан обиделся, как на современном языке, я некоторые штампы современного языка уже выучил, обиделся не по-детски, как говорят сегодня. Серьезно обиделся. Прошло время, он никак не мог помириться Роби Лозер с Роби Йоханном. Пока не пришел Решлакиш и не помирил их, и не сказал, что смотри, вот есть пасук в Танахе, и сказал Яшо. Все, что говорил Яшо, Яшо, все, что он пересказывал, пересказывал от имени Маше. Почему не написано, что так он слышал от Маше? Потому что любой человек знал, что вся Тора Яшо бен Нуна, она исходит от Маше Робейну. Также любой человек знает, что все, что говорит Роби Лозер, он слышал от тебя, поэтому он не должен каждый раз говорить, что он это принял от Роби Йоханнана, и так все это знают. Тогда Роби Йоханнан простил Роби Лозер. Спрашивает Гемора, а чего Роби Йоханнан так обиделся, что такого страшного произошло? Отвечает Гемора, после того, как человек умирает, когда его слова Торы говорятся от его имени, то уста умершего, мидово-водбекевер, они шевелятся в могиле. Человек получает награду за изучение Торы, он как бы продолжает говорить, будучи мертвым человеком. Человек, который сказал какую-то галаху при жизни, и эта галаха от его имени повторяется в Бетамидорше, он не только приводит Геулу-Ла-Алам, он не только приводит избавление в этот мир, но кроме этого человек получает награду после своей смерти. Поэтому уста человека, они кормят своего человека, есть еще один пируш, они дают еду этому человеку, даже после того, как он не разговаривает, после того, как его слова, слова Торы, слова Мусара произносятся от имени человека дальше, то схармитство этого человека продолжает расти даже после его смерти. Таким образом, мы видим, что главное в человеке – это речь, и речь человека, она насыщает самого человека. Митцвод, который делает человек, это тоже вещь, которая как-то совершенно невероятно способствует человеческой жизни. Речь человека – это одна часть. Действие человека, которое внутри Алла-Масии, это вторая часть митцвода. Понятно, что одни восполняют других, и Мишина в трактате «Перкиавод» говорит, что тот человек, у которого мудрость больше, чем Маосим, это дерево, которое не может стоять при ветре, но человек, у которого Маосим больше, чем мудрость, это вещь, которая может устоять во время самой большой бури. Понятно, что должна быть какая-то гармония, какая-то связь между этими явлениями, и мы видим, что много-много рабоним уделяли какое-то невероятное внимание, например, Митцвитсдока, сегодня Рафштейнман, которому уже сто с лишним лет, Шиебари, который какие-то совершенно непонятные вещи делает. В 90-е со многим лет какое-то количество вздок, которые он собирал и распределял по Ишевод для того, чтобы Тора могла существовать и так далее. Это какая-то совершенно фантастика, которую невозможно высказать словами. Рафхайм Ойзер, которого спросили, почему он там одну всего книгу написал и больше не хочет писать книги, он сказал, что он давал достаточное количество уроков. Это было Талмитхохом какого-то совершенно невероятного уровня. Он достал записную книжку, где было написано, какое количество вздоки, на что он пустил. Собирал он вздок. Это не его вздока было, а не только его, скажем так. Он собирал какие-то астрономические количества вздоки и пускал. Он говорит, вот это те книги, которые приведут меня в Алам-Абба. Понятно, что Маасим – это одна из вещей, без которых Алам не может леткаем, и это и есть то, для чего человек создан. Этот пасук говорит нам о том, что Маасим всегда вернутся к человеку и вернут то, что он сделал, в виде Гашовы, Гмули, Схара. А слова человека, в основном здесь речь идёт, как Гагро объясняет, Амитсвы и Гахаха, они приведут человека к тому, что он получит за него награду, независимо от того, как и что. И эти слова, они составят самого человека, и это то, о чём говорит Анкелос, что нефишхая – это рух мималэ. Это дух, душа, которая наполняет человека, это его коах дебура, это его умение говорить. Надо понимать, что речь может быть так же, как мы молимся, читаем, это нельзя сказать, что это молитва, читаем Мишну из трактата Пэя после утренних брахот на Тору, о которой мы говорим утром, и завершаем. Баталмуд-Тора кинегит-Кулам, Талмуд-Тора, которая соответствует всем вещам, так же, когда мы этого не говорим, но так же авейра языка – это самая большая авейра, и митцва языка – это самая большая митцва, лошянгора кинегит-Кулам, поскольку языком человек может построить, языком миры, и человек может разрушить миры с помощью языка. Поэтому авейра, которая человек делает языком через лошингору, Здесь речь идёт про цадика. Но человек, который делает авэру, лиды, лошенгору, молшиним и так далее, это авэра, галшана, доносы. Это авэра, которая… Не случайно Тора говорит, что наказание за лошенгору – это митсойра. Митсойра – это какие-то кожные нарывы, которые происходят. Я не знаю точно, что происходит с кожей, умирание кожи, которое есть у человека. Это называется в Торе митсойра, у него есть определённые законы. Митсойра подсказывает от слов мацыра, тот, который выводит языком зло. Нахаш, как адмани, первый змей, который был, он умел говорить лошенгору самым лучшим способом. Лошенгору, который он сделал, привела к тому, что Адам и Хава ели от дерева познания добра и зла. Одно из таких отличительных качеств змеи, что раз сколько-то лет змея меняет свою кожу. Кожа уходит полностью. Человек, который говорит лошенгору, нам до Нахаши далеко, мы не умеем так хорошо, потупее будем немножко. Поэтому наша лошенгора, о которой мы говорим, она приводит к тому, что кожа у нас умирает. Появляется понятие митсойра, которое происходит. Кожа – это то, что ограничивает человека, граница между внешним миром и человеком – это кожа. То, что находится внутри – это басар. Когда человек наружу из себя выводит ра, муцыра, для отца его он может вынести, он может только языком, то кожа человека возвращается ему в виде митсойры. Но мы сегодня находимся в состоянии значительно более низком, чем евреи во время храма. И такой реакции, которую делалось сразу же на лошенгору во время храма, у нас нет. Поэтому можно спокойно говорить лошенгору, и кожа у нас никак от этого не страдает. Всё совершенно замечательно остаётся с кожей. Всё остаётся в гейноме. Вот в гейноме мы получим всё, что надо. Они за мацыра, которые они делали, они получали наказание сразу же. И Акодыш Баругу, благодаря этому они делали тшу, и Акодыш Баругу их спасал. У нас такого не получается. Но знать, что так же, как с помощью мудрости, которую мы говорим языком, мы становимся плоды, плод человека, это становится тот плод, который говорится языком, так же мы можем знать, что плод другого человека, когда он говорит лошенгору, рахилус, доносы и всё, что делается языком, можно очень много, что сделать языком, всё это имеет общее название лошенгора, то в этом ситуации мы тоже даём плоды, но эти плоды окажутся с самого начала гнилыми, и питаться мы будем именно ими. Только наказание, оно будет не сразу, а постепенно. Окей, следующий пасук, который нам надо разобрать, это пасук номер 15, который говорит «Путь глупого прямой в его глазах, но кто слушает совета, тот мудро». Начнём с Мальбима. Пятнадцатый пасук говорит так, я только на иврите его прочту, «Дерихавиль ешар бейнаф в эшемей лаэ цахахам». Дорога для глупца, она ровная, прямая в его глазах, а человек, который слушает советы, он является мудрецом. Говорит Мальбим, уже сказано, что есть дерих ешар, что есть прямая дорога для человека, а после неё она, то есть ему она кажется прямой и ровной, и хорошей, и правильной, но ведёт она прямиком к смерти, к мавиту. Потому что есть дорога, которая изначально выглядит хорошей, ровной, правильной, но в конце этой дороги находится смерть и потеря. А есть дорога, которая изначально видна, как дорога, в которой много колючек, и это выглядит как некий лабиринт, и ведёт она к Ганедону. Потому что это важно, какую дорогу выберет для себя человек, чтобы Лимшохба, Яин Эдбасаро, он может выбрать дорогу, которой он будет принимать винные ванны, лежать в вине, я такого никогда не слышал, а слышал, всё, я вспомнил, слышал. На одном уроке мне сказали, что в Тбилиси, когда они... Ну, короче говоря, это не надо рассказывать. Короче говоря, они наполнили микву вином и там окунались, в микву в качестве вина. Вот, так винный человек может захотеть изнежить себя вином своё тело, и идти по дороге, которая ведёт к Танугей-басар, к удовольствию для своей плоти. И это выглядит вначале очень хорошо, правильно, красиво, и человек получает от этого массу удовольствия. Но в конце этой дороги находится смерть, потому что мясо может привести... Привести идун мяса, удовольствие, которое человек доставляет для своей плоти, она приводит часто, говорит Мальбин, просто к смерти раньше времени. Самый простой пример. Человек, который обжирается до состояния серьёзного диабета и кушает самое то, что не надо для состояния здоровья, это может привести к более ранней смерти. Я не то, чтобы я за очень сильно, за вкусную и здоровую пищу, я всё-таки не хочу из Торы делать книгу о диете, я не об этом, но, тем не менее, это иногда бросается в глаза, что это может быть. Второй путь – это путь, когда душа человека презирает, для неё неприятны удовольствия тела, и она отдаляется от этого мира, от его удовольствия, чтобы идти духовным путём. В начале этого пути человек колется, режется, ему плохо, но он доходит до эдонницхи для удовольствия, которое удовольствовало Нессах. Есть такое выражение. «Эйн лэма лэма лэми онэк, вэйн лэма тэми нэга». Нет ничего выше, чем онэк, и нет ничего ниже, чем нэга. Перевод на русский язык будет одно и то же. Нет ничего выше наслаждения, нет ничего ниже наслаждения. Но разница между нэга и онэк – это разница между ганеданом и гейном. Онэк – это удовольствие, наслаждение, которое получает душа за выполненные заповеди, и за то, что душа полностью поднимается в ганедан, и там есть онэк, отсюда же понятие онэк-шаббас. Есть понятие нэга, когда человек бросает всё духовное и находится внутри материального наслаждения. И ему действительно хорошо. Ничего ниже этого быть не может. И вот, поскольку душа человека, того человека, который выбрал определённый путь, она находится на пути мудрости, и он… Сейчас, секундочку. Да, я пропустил сразу несколько строчек. Возвращаемся. И вот, поскольку человек, который выбрал путь материальный, он отказывает идти по дороге мудрости, и он не верит в них, и не слушает советов, которые ему даются, и ему эта дорога кажется правильной, прямой и ведущей прямо вот к наслаждению, на самом деле она приводит к ему смерти, к смерти в Ганедане. Но только дорога, которая кажется ему хорошей на какое-то время, и кажется ему прямой в его глазах, и посредством этого он сбивается с пути разума, и в долине привидений он будет находиться. «Бээмик Рафаименох». Я не знаю, это пасук, который будет сказан в Мишлиже, в 21 главе, что имеется в виду, что он сам себе рисует какую-то картинку, которая ему кажется вот такой вот, а на самом деле это полная пустота. Человек же, который слушает советы хохама, это сам человек обычно тоже хохам. Это мудрый человек. И это тот человек, который собирает законы мудрости в свою душу и идёт в соответствии с них. И он не идёт по той дороге, которая ему кажется правильной. Но он слушает законы мудрости Торы, который ему сообщает, какой дорогой ему надо пойти, и где на самом деле надо находиться, несмотря на то, что она выглядит в его глазах, как малэку цин, дорога, в которой много колючей. И он выбирает дорогу, которая совсем не выглядит вначале прямой дорогой, но это дорога, которая ведёт к жизни и к онегу вместо нега. Это путь, который должен выбрать человек. Теперь, Гаон, в общем, ничего особенного не добавляет, но давайте мы его всё-таки пройдём. Он говорит, что дорога глупца, она кажется прямой в его глазах, а человек, который слушает советы мудреца, он человек. Говорит Гаон, что Авиль – глупец. Это он всегда мувгаль, он всегда напуганный. Ему всегда он торопится, позис, он не может остановиться и задуматься. И то, что приходит в его сердце, оно всегда ему кажется правильным. В ту секунду, как ему это показалось, пришло в голову, он всегда считает, что он всё правильно делает. И он не может остановиться, задуматься, посмотреть и послушать советы самого себя даже. Но мудрец, он постоянно слушает советы и не делает никакой вещи, если он ломит Ешев Водовар. Когда какая-то вещь приходит, ему надо решать, он говорит, рак, рэга, дайте мне подумать, секундочку, без спешки, не надо меня торопить и так далее. Он должен лить Ешев и понять, что делать. Понятно, что поскольку ситуации в огромном количестве процентов повторяются из раза в раз очень похожие, то на каком-то этапе это становится привычкой, второй натурой, и человеку не нужно постоянно думать о чём-то, но изначальный путь человека, ему постоянно нужно находиться в состоянии размышления. Эти размышления – это атрибут, который называется в Каболе, атрибут даат. У нас есть хохма – это мудрость, которую человек получает свыше. У нас есть бина – это анализ, который человек проводит для того, чтобы понять, как себя вести. Даат – это соотнести, взвесить. Лихобер свой анализ, умение мыслить, соединить его с тем, что я должен сейчас делать. Человек должен взвешивать на тонких весах, аналитических весах, в химической лаборатории, что он теряет и что он приобретает от своего поступка. Мишна в трактате «Перкиявод» говорит, что человек должен постоянно думать, что он теряет, сделав эту митсву, и что он приобретает. Что он теряет, сделав эту аэрую, и что он приобретает. Потому что действительно бывают ситуации, когда он не должен выполнить какую-то митсву. Есть голоход. Например, он приходит на рынок покупать итрок. У него денег в кармане пусто. Он должен купить итрок. У него есть какая-то очень небольшая сумма. Продается итрок за 300 долларов, и продается итрок за 50 шекелей. Итрок за 50 шекелей. Глад кошер. Никаких вопросов нет. Но тот, который за 300 долларов, он лучше. Во много раз лучше. Должен ли человек, у которого нет денег, потратить эти деньги на итрок более дорогой или нет? Он должен подумать, что он теряет. Что если сейчас он покупает итрок, то у него не будет денег, чтобы купить вино на кидуш. Я привожу какой-нибудь грубый пример. Или просто у него не будет денег, чтобы устроить нормальную трапезу в шаббат. Или миллион примеров, которые можно привести. Или ему придется войти в минус, что лучше не делать. И так далее. Поэтому человек должен понять, что за гидру митсу нужно добавлять до третьей стоимости. Больше не нужно добавлять. Он не обязан это делать. Если у него есть деньги, то понятно, что можно. Если нет, то не нужно этого делать. Он потрат. Бывают ситуации обратные. Когда человеку очень хочется лифтор себя от митсу, сказать, что я потрат, я не должен выполнить эту митсу. Поскольку он при этом теряет то, сё, пятое, десятое. А Тора, говорит ему, совершенно иначе. Поэтому человек должен взвешивать, когда он обязан, когда он не обязан, когда может, когда не может. При этом очевидно, что не каждый человек может сам это взвесить. По ряду причин. Первая, самая простая причина, что он не знает, у него не хватает информации. Он не толмит хохам столь высокого уровня, чтобы решить сам эту проблему. Тогда этот человек, он шамэлается от хохам. Он слушает совет хохама. Он понимает, где надо спросить, а где нет. Понять, где надо спросить, намного легче, чем выучить все Тора целиком. При этом тоже далеко не всегда у нас хватает разума для того, чтобы понять, что здесь есть вопрос. Для этого надо долго и хорошо учиться. Одна из причин, не только потому, что я неграмотный и не могу понять, что здесь есть вопрос, есть еще одна причина. Мне настолько хочется что-то сделать, что я не вижу никакого вопроса. Тата-кара. Поэтому изначально человек должен, лид я, шеф, сесть, подумать, поразмыслить. Даже если это мудрый человек, ему надо посоветоваться с другим хохамом, с другим мудрецом, как правильно делать. Даже с хохамом, который может быть по хохмо не выше его и не лучше знать Галаху, чем он. Тем не менее, имеет смысл посоветоваться. По одной причине. У человека есть такое понятие, которое на иврите звучит нагия. Он нагей-эладавар. К нему это относится, поэтому он не объективен для того, чтобы судить для самого себя. Если он видит, что он понимает и знает, то нету проблемы. Не нужно постоянно идти к кому-то задавать самые глупые вопросы, которые можно приходить и задавать мудрецу. Но если человек понимает, что у него здесь остается шемец сафека, то он не должен опираться на самого себя и должен спрашивать. Потому что «Махшават Адам Ацмура краку ляйом». Говорит он цитату, которая сказана из книги «Берешит», когда Всевышний после потопа говорит, что он больше не будет наказывать. Он говорит про человека, что мысли человека, самостоятельные мысли человека, они всегда плохие. Первая мысль человека всегда плохая. «Ецер Ара приходит рано, во время рождения, Ецер Атоп приходит в Бат-Ибар-Митсву в лучшем случае». То есть приходит всегда, но не всегда реализуется. Поэтому, когда человек поумнее, то он спрашивает мудреца, как ему лучше поступить. Про Авиля, про глупца сказано «Эйнаф», «Глаза». Сказано, что путь, который убирает Авиль, в его глазах – это хороший путь. Про мудреца сказано, что он шомея, он слушает. Потому что глаз и ухо, у них разные функции. Функция глаза – это Торо Шебехтаф, функция уха – это Торо Шебальпе. Глаз, он видит сразу общую картину, ухо, оно работает совершенно иначе. Ухо всегда работает последовательно. Никогда через уши человек не может получить всю информацию целиком одним взглядом. Потому что каждый звук приходит в ухо по отдельности. После чего-то человек должен анализировать, складывать их. И только сложив вместе это количество звуков, он приходит к нужному результату. Это суть Торо Шебехтаф и Торо Шебальпе. Торо Шебехтаф, сейфер Тора, который открывается, сразу вижу весь амут. Сразу вижу всю страницу. Когда я читаю, это восприятие Торо Шебехтаф в устной форме. Пророчество – это Торо Шебехтаф. Это видение, которое показывалось пророку. Торо Шебальпе – это хахам, который объясняет себе. Это занимает время. Поэтому письменная Тора связана с глазами, а Торо Шебальпе связана с ушами. И это соответствует в Каболе понятию раскрытия Всевышнего через мужское и женское начало. Тхуровы – нуква. Потому что аин – глаз – это всегда мужское начало, что из него выходит гашгахали рот, из него выходит возможность увидеть всю картину. Озен – ухо – это нуква, это женское начало, что через него идёт не хашпа, не влияние, а принятие влияния. Через ухо я принимаю речь, которой ко мне обращается другой человек. В лучшем случае это хахам. В лучшем случае не надо говорить. В худшем, то есть не надо говорить. И человеку нужно постараться быть измекаблем, а не измашпия. Человеку лучше постараться принять, а не влиять. Как сказано уже в другом месте, мы читали это в 11 главе, где сказано «вет сну им хохма». И это сказано ещё в одном месте, которое такое известная цитата из Перкеавод, который говорит, что «постарайся быть занавом, хвостом среди львов, но не стань головой среди лисиц». И это то, о чём сказано, что у Авиля, у глупца, ему всегда кажется в его глазах, дорога кажется всегда прямой. Потому что он хочет всегда быть во главе, он всегда хочет влиять, всегда быть начальником. Хахам-мудрец – это тот человек, который готов принять советы других людей, потому что он хочет услышать, он хочет ли Кабель. Поскольку его корень – это Тора Шабальпе, это устная Тора. И Тора Шабальпе, она всегда связана с тем, что… Когда мы прошлый пасук разбирали, сказали, что есть рот и озен, есть рот и уши. И эти вещи, которые связаны друг с другом. Человек, который хочет влиять, на самом деле это не совсем правильно, как Гро немножко утрировал. Человек не может оставаться всегда тем, кто Микабель. Человек должен ляшпи, он должен влиять, и об этом прошлый пасук сказан. Человек, который видит, как другое делает Авейру, он должен постараться повлиять, чтобы этой Авейры не было. Но его влияние должно основываться на том, что он услышал. На том, что он услышал от Хахама. Он должен быть готов к приниманию. После того, как он это принял, он должен продолжить и передавать дальше, чтобы то, что он принял, не умерло вместе с ним. Поэтому Раби Йоханнам должен был свое Торо передать Раби Лозару. Раби Лозар должен был передать Торо Раби Йоханнам. И теперь, когда мы все это говорим, то у стара Раби Йоханнам шевелятся в могиле. Поэтому любой человек, который передает Торо, он должен передавать Торо. Это хиюб человека. Ни разу в Торе о Митсве, о заповеди изучения Торо, не написано, что ты должен учиться. Написано в Алиматтам Эдбанейхам. Обучай Тори твоих детей. Просто невозможно обучать, если ты не учился, поэтому ты хаяф лельмот Торо. Но заповедь учения Торо передана нам через лошон леламет, через лошон преподавание. Поэтому Тора обязательно должна передаваться. Но для того, чтобы она должна была передаваться, есть первый шлав, первый уровень. Она должна быть принята. Поэтому человек, который хочет сразу передать, ничего не принимая, таких людей я встречал немало. Который значительно интереснее рассказать, что он думает по поводу какого-то отрывка, чем узнать, что об этом думает кто-то другой, например, Раша, Рамбан или кто-нибудь другой. Значительно интереснее рассказать все свои мысли. Они не всегда самые умные. Иногда попадаешь, но иногда нет. Это Ецергора, которая, в общем, присуща человеку. Поэтому здесь сказано, что эта Ецерра называется Лерот, дорогу, которую он видит. Она всегда в его глазах правильная, прямая. А есть другая дорога, которую Хахам ищет. И она далеко не всегда прямая вначале. Но если Хахам задаёт вопросы, идёт по этой дороге, то она приведёт к жизни, а вторая дорога приведёт к смерти. Другими словами, есть Дерих Эцхайм, дорога к дереву жизни, которая находится в Бетолгоган, внутри Ганедона. И это дорога, которая возможна только Алидой, Тороумитсвос. И человеку постоянно нужно искать эту дорогу, спрашивая других. Эмэд состоит в том, истина состоит в том, что эта система вопросов, что я должен всё время советоваться, возникла не сразу. Это произошло в тот момент, когда Хава и Мейну, а после неё Адам Горишон, решили перекусить в Ганедоне и поели от дерева познания добра и зла. В этот момент добро и зло вошло в человека, и всё перемешалось внутри него. В терминах Зохара Илан Эцда Тофара Дерево познания добра и зла называется Илана Десфека Дерево сомнения. С того момента, когда Адам и Хава поели от дерева познания, с этого момента в них вошло понятие Сафек, когда человек никогда не знает, что такое хорошо и что такое плохо, кроме Маяковского. Поэтому все остальные пытаются понять это, но человек, который глупец, он настолько глуп, что он даже, находясь на этом дереве в сомнении, он всегда считает, что он лучше всех знает, по какой дороге ему нужно идти, и у него нет сомнений, где эта дорога. Человек, который хахам, он, по крайней мере, хахам настолько, чтобы понять, что после того, как Адам ел от дерева познания, после этого мы находимся в постоянном Сафеке, мы постоянно не понимаем, куда нам идти и как нам двигаться. Поэтому этот человек начинает спрашивать советы, спрашивать советы у другого хахама. На каком-то уровне человек выходит на уровень, когда ему не надо спрашивать, грубо говоря, недавно, относительно недавно уже. Умер человек по имени Раф Ильяшеву, Зихрона Левроха. К нему шли толпы людей с вопросами, иногда очень глупыми, иногда очень умными, понятно, со своими вопросами, как жить, что правильно делать и так далее. И Раф Ильяшев отвечал на эти вопросы. Когда у Раф Ильяшева возникал вопрос, кому он шел посоветоваться? К Раф Ильяшеву. Просто у него Раф Ильяшев сидел дома. И он мог ответить на этот вопрос сразу. Он слез с этого Илана Десвека. Он слез с этого дерева. Поскольку его даат было на уровне, когда все, что он делает, он делает бы даат Тойра. Когда на любой вопрос он знал, что Тора имеет в виду, то ему просто не с кем было советоваться технически. И то, насколько я понимаю, даже такие люди советуются. У меня был один такой небольшой урок Мусара. Был какой-то вопрос, который, не важно, сейчас какой-то вопрос, который еще с ленинградских времен оставался, но уже совсем такие поздние времена, когда Илья Уицкаки сказал, один из моих друзей, сказал, что он пойдет к Раф Азриэль-Орбаху, который Раф Баэтвагана, и выяснит у него ответ на этот вопрос. Пошел к Раф Азриэль-Орбаху, тот замахал руками и сказал, это к Раф Ильяшеву. И его жена, дочка Раф Ильяшева, сказала, что я вас пропущу без очереди, вы здесь отстояли очередь, приходите в такой-то день, я вас пропущу без очереди. И Илья Уицкак сказал, что я с ним пошел к Раф Ильяшеву, я пошел с ним, мы пришли, сидели, вышла она, да, я помню, что вы без очереди, вы войдете в следующем. Значит, никто не спорил с дочкой Раф Ильяшева, сидела какая-то очередь, мы должны были войти следующими. И в это время приехал Раф Хайм Грейнеман. Это один из таких очень серьезных постки Мбадаса, который приехал, вероятно, у него был какой-то вопрос, ну, наверное, на который он сам считал, что он еще недостаточно след с дерева, с офека, чтобы ответить, и он хотел посоветоваться с Раф Ильяшеву. И пришел Раф Ильяшеву, и сказал, рабосы, я понимаю, что у вас очередь, но Раф Грейнеман без очереди идет. Мы, естественно, спокойно сели ждать, когда Раф Грейнеман пойдет посоветоваться, Раф Грейнеман зашел, но до этого он сказал, ну как, здесь же очередь, почему я должен без очереди? Я был несколько потрясен, потому что я был очень доволен тем, что меня пропустят без очереди, мне не хотелось стоять. А Раф Грейнеман чувствовал какие-то угрызения совести, что он отрывает людей от изучения Торы и проходит без очереди. Его визит занял примерно 5 минут, 7 минут, я не знаю, какой вопрос там был, после чего нас спустили, и Раф Ильяшев довольно быстро нам объяснил, как правильно сделать в этом случае. Вот, но то, что я хотел сейчас сказать, что Илана Десфека дерево сомнения, это дерево, которое вошло в наш мир, и в самых элементарных случаях не всегда понятно, как правильно себя вести. Поэтому человеку нужно советоваться, первый совет он должен делать сам с собой, он должен посидеть, подумать, знает ли он ответ на этот вопрос. После того, как он знает, если он действительно знает, это часто бывает, то незачем идти и морочить голову всем остальным по этому поводу. Но если остается вопрос, то человек не должен стесняться, он должен идти и задавать вопрос и с помощью вопроса выбирать себе путь, по которому он пойдет дальше. И это то, что сказано. Глупец, у него нет вопроса, он сразу все видит, ему не надо слушать, слушать это всегда, думать, анализировать, ему не надо слушать, он видит. Талмитхохом, человек, который мудрец, человек, который понимает, что здесь разные зададим, он начинает взвешивать, думать, решать, и только когда он еды атов, когда он знает полностью, тогда он знает ответ на этот вопрос. Я думаю, что на этом этапе можно закончить урок. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова